Повар, автомеханик, сварщик, медсестра, ветеринар. В списках рабочих вакансий обычно фигурируют именно эти специальности, а молодёжь при этом по-прежнему стремится пополнить бесконечные ряды юристов, экономистов и менеджеров. Как итог, переизбыток одних специалистов и серьёзный дефицит других. Чтобы переломить ситуацию на рынке труда, Рашид Тимрезов ставит перед республиканским минобром задачу – повысить престиж рабочих и инженерных специальностей. «Сегодня низок интерес населения к рабочим профессиям, а потребность растущей экономики в них высока. Больше половины вакансий рабочей специальности требующие среднего профобразования. Наша с вами задача – эффективно соединить потребности экономики с нашими образовательными возможностями». Причём основа для такого взаимодействия уже есть. Опираясь на перечень 50 профессий, наиболее востребованных на российском рынке труда, Федеральный центр разработал для регионов новые стандарты профтехобразования. «В Минэкономике республики нужно создать аналогичную базу ТОП-50 для нашего региона. А нашим учреждениям среднепрофессионального образования при обучении рабочим специальностям необходимо опираться на эти востребованные специальности. При этом половину времени в процессе обучения нужно отводить практическим занятиям». А вот здесь уже потребуется серьёзное сотрудничество с работодателями. Такое, как, например, движение WorldSkills. Карачаево-Черкесия уже три года активно его поддерживает. В республике как раз завершился региональный этап чемпионата профессионального мастерства. Правда, охват студентов этим движением, по словам главы, оставляет желать лучшего. «Из более чем 6 тысяч студентов, обучающихся в СПО Республике, в нём приняли участие лишь 60 человек, то есть менее 1%. Нужно донести до студентов, что на чемпионатах присутствуют работодатели, которые также оценивают наших ребят, заключают с ними договор о возможности предоставления рабочих мест». Правда, WorldSkills ориентируется на общероссийский список топовых специальностей, который, по оценкам республиканского Минобра, лишь на 40% совпадает с реалиями карачаево-черкесского рынка труда. Поэтому региональная программа подготовки рабочих рук должна, во-первых, ориентироваться на потребности своего региона, а во-вторых, предусматривать адресную поддержку учебных заведений. «Когда мы с вами поймём, каждый по профилю своему разберёт вот эти топ-20, так его назовём, вот здесь мы будем тогда адресную поддержку оказывать каждому образовательному учреждению. Где-то, может быть, совместно с бизнесом это будем делать, где-то меры господдержки, где-то, не знаю, будем там обращаться в федеральное ведомство. Я считаю, что вот через это мы сможем и материально-техническую базу улучшить. Где-то аграриям, я не знаю, пару новых тракторов или каких-то селок, ну я условно говорю. Но это будет практическая помощь учреждению для укрепления материально-технической базы». Глава предложил руководителям предприятий вспомнить систему наставничества, когда предприятия республики брали шефство над школой или среднеспециальным учебным заведением, давая молодым людям возможность на практике приобретать рабочие навыки. Пример такого сотрудничества образования и бизнеса – подготовительный класс для старшеклассников на базе завода «Хабецкий гипс». «Каждый год мы 10-15 детей принимаем на работу и даем им возможность поработать на различных станках вместе со старшими для того, чтобы они получили какой-то профессионализм. Многим это очень нравится, и затем они возвращаются к нам работать». Руководители предприятий не просто выразили готовность к наставнической работе, но и сразу озвучили несколько конкретных предложений по сотрудничеству с учреждениями образования. «Мы согласны на то, чтобы даже проводить, если это, конечно, руководители колледжа, проводить выездные занятия именно на том оборудовании, которое есть, показывать детям, так сказать, действующее оборудование, рассказывать, как оно работает». «А вы возьмите шерстон над ним из колледжей». «Я вопросов нет». «Я обращусь к вашему руководству, но я считаю, что это было бы правильным, если бы это стипендии, пусть будут именные стипендии вашего предприятия». Рашид Тимрезов подчеркнул, что обучение востребованным рабочим специальностям должно обязательно охватывать лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что на третьем национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов «Обилимпикс» команда от нашей республики выступила достаточно успешно. Также глава региона предложил проводить аналогичные конкурсы среди преподавателей рабочих профессий.